МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что делает учителя учителем с большой буквы? Согласитесь, это не только аттестат и высшее образование. О своем педагогическом кредо в свободной форме рассказали финалистки муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России». За право обладать почетным званием соревновались педагоги Юлия Клочкова из 9-го интерната. Анна Панькина из 2-й гимназии, Юлия Слюсарева из 16-й школы и Ольга Баранова из 3-го лицея. Новое, новое поколение, мы прорываем свое течение. В танцах скалы на грех для воды, мы будущие страны. Видеовизитки, танцевальные номера, красочные презентации. Секреты преподавательского мастерства раскрывали в самых разных формах. Педагогическое кредо – это вера в то, каким должен быть учитель. И тут начинается борьба между шаблонами, стереотипами понимания роли учителя сторонним наблюдателем и реальностью, в которую погружается тот, кто идет с ребенком рядом, хотя и стоит у доски. За плечами финалисток два непростых тура. В рамках конкурса они провели открытые уроки. Также экспертное жюри оценивало педагогические находки конкурсанток на этапе «Методическая мастерская». По сложившейся традиции, перед началом финального тура баллы не оглашали, чтобы не влиять на мнение членов жюри. По итогу всех испытаний наибольшее количество баллов набрала учитель химии лицея номер 3 Ольга Баранова, став победителем муниципального этапа конкурса. «Результатов мы не знали никто, поэтому уверенности не было ни у кого. До последнего момента, вот вчера была репетиция, нам сказали, что девочки всем победы. Первые два тура, урок я была довольна собой. Других финалистов я не видела, потому что уроки были все за закрытыми стенами, только комиссия, мы и дети. Методическая мастерская, все, по-моему, выступили достойно. Каждый предложил свои идеи. Мне кажется, все молодцы». Ольга Баранова представит наш город на зональном этапе Всероссийского конкурса. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. «Великий пост» – одно из самых важных событий для православного мира. Особое время для церкви. Значимость перехода от обычных будней к Великому посту видно даже во внешнем убранстве храмов. Завесы в алтаре и покрывало для церковной утвари меняются на черные. Священники также переоблачаются в темные одежды. Даже прихожане одеваются немножко по-другому, по постовому. Великий пост само богослужения становится особым. Это просто, так сказать, напоминание, что ли, о том, что мы должны быть обращены в это время в большей степени к себе, внутрь себя, внутрь своего сердца. Вот и все. Опять же, это некое такое томление, подготовка, чтобы когда одежда поменяется на красный свет, чтобы наша душа это почувствовала ярким, так сказать, образом. Время Великого Поста – самое строгое в плане воздержания, как в еде, так и в развлечениях. Церковь призывает христиан отказаться от привычных удовольствий только для того, чтобы сосредоточить свое внимание на духовных аспектах своей жизни, постараться стать лучше и чище, побороть в себе злые наклонности, обратить внимание на ближних и на тех, кому нужна помощь. Для того, чтобы пройти это время с пользой, с духовной пользой, для того, чтобы открыть сердце Господу, потому что Господь требует от нас чистоты сердечной, вот мы проходим поприще поста, и этот пост заканчивается воскресеньем, Христовым Пасхой. Поэтому, и проходя это поприще, поприще поста, конечно же, мы усиленно обращаем внимание на свой духовный мир, на состояние своей души. Настроиться на духовный лад в суете рабочих и бытовых будней кажется непростой задачей. В этом помогает посещение храма и служба Великого Поста, домашняя молитва. Старший священник храма всех святых протеерей Александр Брюховец говорит о том, что главное для человека, который хочет поститься, решимость и желание. Господь учитывает то, что мы бываем и слабы, поэтому если у нас есть желание, мы можем стартовать с любой, как говорится, позиции, с любого времени. А плод он будет, и радость тоже будет, и какие-то достижения будут. Поэтому тут главное не откладывать, а взять, пойти, взять и начать. Также особое время для верующих – Страстная Седмица, которая посвящена последним дням земной жизни Иисуса Христа. Заканчивается Великий Пост праздником Пасхи. В этом году – 16 апреля. На Масленичной неделе стояла настоящая русская зима. Мороз кусал и румянил щеки. Чтобы согреться на уличных праздничных гуляниях, скоморохи подготовили для гостей конкурсы, подвижные игры и танцы. А чтобы дети и взрослые узнали о Масленице побольше, скоморохи рассказали о празднике и предлагали загадки. Самые активные участники получали жетоны, которые потом можно было обменять на подарки. Сковорох, что сегодня за праздник у вас веселый? Сегодня у нас проходит веселый праздник в Масленице. Сегодня здесь, на нашей игровой площадке, мы проводим праздник для местных жителей. У нас в программе много песен, танцев от творческих коллективов в Центре внешкольной работы. Развлекательная программа с различными конкурсами. Ансамбль русской народной песни «Забава» создал праздничное настроение своими веселыми композициями. Чтобы согреться и не заскучать, все желающие присоединялись к общим танцам и масленичному хороводу. Любители исторической реконструкции развлекались на игровых боях, а также могли примерить на себя средневековые шлемы и оружие клуба «Армир». Не мешает мороз, то, что полно. Даже очень весело. А ты что знаешь про Масленицу? Что это за праздник? Ну, это когда последний день зимы, можно сжигать чучел, кушать блины. Мы играли там в канаты, ловили рыбу, мягкие игрушки, и гидали в сыр круглые мячики. Мы кушаем блины, жарим и дарим друг другу подарок. А где подарки дарите? Ну, может, какие-то браслетики, жетончики. Я рассказывал секторе собственного сочинения, и мне очень понравилось, как выступали танцоры. Мороз не мешает, в праздники мне больше всего нравятся блины. Центр внешкольной работы подготовил разные игровые площадки и конкурсы. Также перед гостями праздника выступили творческие коллективы. Новое уникальное комфортное пространство может появиться в нашем городе. Молодежный центр хочет установить современный кинотеатр под открытым небом. Конструкции со светодиодным экраном рассчитаны на 50 посадочных мест. Летом здесь будут организовывать кинопоказы лучших фестивальных фильмов, творческие встречи детей и молодежи с актерами, режиссерами, поэтами, проводить творческие вечера и квартирники. Этот проект молодежный центр выдвигает на конкурс инициативного бюджетирования «Вам решать». Идея создания кинотеатра возникла у горожан. Развитие молодежного центра предполагало не только внутреннюю реконструкцию, а и прилегающую к ней территорию. На одном из форумов молодежь предложила построить во дворе молодежного центра кинотеатр под открытым небом. Сейчас это очень актуально. Кинотеатры во многих городах под открытым небом открываются, пользуются большой популярностью. Площадку планируют использовать и для лекций, тренингов и мастер-классов. В дальнейшем здесь обустроят зону свободного общения для возможности творить и работать на свежем воздухе. В конкурсе «Вам решать» молодежный центр уже принимал участие. В октябре благодаря проекту инициативного бюджетирования во дворе учреждения открылась современная и многофункциональная спортивная площадка. С новым проектом двор молодежного центра станет универсальным общественным пространством, куда можно будет прийти отдохнуть с семьей или с друзьями. Когда рядом находятся две площадки – спортивная и творческая, это расширяет возможности проводить какие-то необычные формы мероприятий, где будет и возможность заняться спортом, и возможность посмотреть фильм. И так как у нас рядом будет кафе, это можно будет провести целый день и с пользой, и с интересной. Под открытым небом в нашем городе может появиться и интерактивный музей. В этом году в проекте «Вам решать» принимает участие объединение «Армир» центра внешкольной работы. Двор украсит средневековые декорации, крепостные стены, панорама древнего русского города. Планируют установить разборный павильон, стилизованный под избу, где сыровчане смогут участвовать в мастер-классах по разным ремеслам. Это будет работа с кожей, работа с деревом. Есть мысли про гончарную мастерскую. У вас, в общем-то, круг гончарный с лепкой из глины всякого. Кузничный мастер-класс – это, кстати говоря, предполагает одна из статей расходов у нас в проекте. Это как раз создание антуражной средневековой кузницы. Потому что то, что мы сейчас имеем, оно не историческое, как говорят. На площадке для исторической реконструкции будут проводить занятия по обращению с макетами исторического холодного оружия, занятия по фехтованию и стрельбе из традиционного лука, потешные сражения различных исторических эпох. Это возможность такого созерательного досуга для подростков и молодежи, прежде всего. Это, в общем-то, будет содействовать укреплению патриотическим настроений. То есть формированию такой вот позиции. Какие пространства города благоустроят в этом году, решат горожане. За понравившийся проект можно будет отдать свой голос на сайте голосза.ру. С начала Нового года прошло всего два месяца. Осаровская городская организация ветеранов уже успела сделать немало важных дел. Самое главное направление, в котором работали члены организации – сбор гуманитарной помощи для участников зоны СВО и жителей новых регионов России. Люди закупали продукты, подарки, предметы первой необходимости. Члены городской организации ветеранов, войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов всегда активно участвуют в общественной жизни Сарова и не проходят мимо тех, кому нужна помощь. Мы в этом году очень серьезное внимание уделим именно направлению военно-патриотического воспитания. Работа в школах, работа в учебных заведениях, высшего, среднего класса. Поэтому и патриотизм он должен сегодня выходить на новый уровень. Совместные праздники, награждения и чествования активистов стали доброй традицией для городской организации ветеранов. Такие даты, как 23 февраля и 8 марта, участники также не обошли стороной. В Доме молодежи мужчин и женщин поздравили представителей ядерного центра, городской администрации, депутаты городской думы. Вы сохраняете и приумножаете культурное наследие не только нашего города, но региона и даже в целом всей нашей страны. Я хотел бы сказать вам слова благодарности за вашу активную жизненную позицию. И надеюсь, что с течением времени взаимодействие между нашими организациями будет только укрепляться. За высокие личные результаты в общественной деятельности и ветеранском движении, значительный вклад в общественную жизнь Сарова и многолетнюю активную работу, ветераны получили благодарственные письма от ядерного центра, администрации и городской думы. После торжественной части пожилые люди собрались за праздничным столом и просмотром концерта виртуального концертного зала. Женщины с наступающим праздником, а мужчин с прошедшим праздником 23 февраля. Желаем всем здоровья, душевного тепла, ну а награжденных особо поздравляем с наградами. Пусть в жизни будет все, что надо, чем жизнь бывает хороша. Любовь, надежда, счастье, радость и вечную юную душу. Поздравляю самых-самых милых наших женщин, как говорит слабый пол, от всех наших военных пенсионеров. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, крепкого здоровья и быть самыми-самыми красивыми на белом свете. Наши дорогие женщины Сарова, самые хорошие, самые красивые, самые любимые. С праздником вас! Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Уже полтора года волонтеры приюта Мурдом занимаются спасением кошек. На их счету сотни жизней. Каждая кошка, которая попадает сюда с улиц, огородов или квартир, получает нужное лечение. Ей делают прививки, обрабатывают от паразитов, приучают куркам. Затем пушистикам ищут новых хозяев. Сейчас на попечении волонтеров более ста животных. Молодых и в возрасте. Игривых и спокойных. И рыжих, полосатых. Один из сторожилов Мурдома – кот Вижен. История его банальна. Он жил на улице, где-то в подворотне, там, со своей семьей. Еще у нас Баки был, тоже его братик. Их подобрал наш волонтер. Они уже были все с соплями, с текущими глазами. В общем, инфекция была сильная. Они еще были прям маленькими, крохотными, скажем так. Ну, более-менее килограмм, может, полтора. Сейчас Вижена не узнать. Он превратился в шикарного откормленного кота, которому для счастья не хватает одного – семьи. А вот Кутузов попал в приют недавно. Вместе с мамой и братом Наполеоном его принесли с огородов. Животных подлечили, вакцинировали и стерилизовали. У Кутузова более такой нрав, ну, недоверчивый. Но хотя он агрессии никого не проявляет. Он просто боится. Мама у него более такая ласковая, она мурчит, она уже к рукам приучена, она тянется к человеку. То есть она более такая женственная, скажем так. Когда волонтеры отдают животное в семью, они сразу предупреждают новых хозяев обо всех нюансах. Для кошки переезд в новый дом – это всегда большой стресс. Несколько дней она может сидеть под кроватью и не вылезать. Отказываются ходить в лоток. Но, как заверяют в мурдоме, главное здесь набраться терпения. Когда кошка поймет, что на новом месте ей ничего не угрожает, все наладится. Кошки считают нас собратьями какой-то стиль. Более большими, лысыми, но собратьями. Не знаю почему, потому что, ну, наверное, это из-за того, что они как-то человеку тянутся. То есть если бы они нас считали прислужниками, ну, чем им нужны вообще? Они бы к нам так не тянулись. Есть кошки, которые, ну, просто не могут жить для человека. То есть человек для них – это их семья. Ну, как я считаю. Но таких кошки не все. Для некоторых, ну, нужен прислужник просто-напросто. Приют «Мурдом» находится на товарной базе. Познакомиться с его обитателями и выбрать себе животное можно, предварительно договорившись с волонтерами по телефону 8-908-762-09-51 и 3-79-51. Кроме того, помочь приюту можно кормами, пеленками и наполнителем. Каждый вторник Департамент городского хозяйства получает данные о толщине льда на водоемах Сарова. На конец февраля ситуация такая. На Боровом лед – 55 сантиметров. На Сатисе – 43 сантиметра. На Саровке, где находится гидропост, толщина льда составляет 2 сантиметра. С основлением администрации города Сарова сформирована профилактическая патрульная группа. В 2020 году, согласно положению по этой группе, ежемесячно группа выходит контролировать безопасность людей на водных объектах. Мы объезжаем водные объекты. Основные места, где люди выходят на воду, вручаем памятки. В основном патрульные группы имеют дело с рыбаками, но встречаются и те, кто протоптанные по водоему тропой куда-то спешит. Кстати, выход на водоем в Сарове запрещен повсеместно. Так же, как и выезд на транспорте и стоянка машин. Особенно эти запреты актуальны сейчас, когда приближается время, половодье и лед становится рыхлым. По берегам водоемов стоят знаки, запрещающие выход на лед. И игнорирование запретов – это административное правонарушение. Так же, наблюдаем ситуацию, что тропы все равно там натоптаны. Обращаем внимание людей о том, что у нас переходы, переезда по льду нету нигде, ни на одном участке реки, у нас таких мест нет переправ. У нас достаточно в городе развита транспортная сеть. В первую очередь надо позаботиться о безопасности детей, которые могут на спор перейти по льду или покататься там на коньках. Родителям необходимо провести беседы и рассказать ребенку об опасности, что подстерегает его на воде, тем более весной. Проверить себя на знания правил дорожного движения смогли некоторые саровские водители. У Вечного огня сотрудники госавтоинспекции вместе с учениками пятой школы провели профилактическую акцию «Я знаю ПДД». Автовладельцам задавали несложные вопросы, а после вручали памятку о возможностях госуслуг. Электронный сервис сегодня предоставляет целый спектр услуг. Я считаю, что правила дорожного движения знать очень важно и нужно. Иногда они могут спасти жизни людей. И нам очень понравилось, что саровские водители знают правила. Мы сегодня вышли на улицу, спросили водителей саровских. Они ответили на все вопросы правильно. Мы очень рады, что у нас в городе так хорошо знают правила дорожного движения. Цель акции – рассказать саровским водителям и об изменениях в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта. В ПДД окончательно закрепили понятие средства индивидуальной мобильности и утвердили правила их использования. Изменили правила движения на круговом перекрестке, ввели несколько новых дорожных знаков. Мы проводили ее с учениками-волонтерами ЮИД 5-й школы. Цель этой акции – популяризировать портал госуслуг. То есть, соответственно, мы вручали памятки касательно данного сервиса. Также рассказали водителям, что у нас вступили изменения, потому что не все у нас отслеживают средства массовой информации, газеты читают. То есть, некоторые люди у нас все непоподящие, поэтому мы напомним, что нужно обязательно изучать. Еще одна профилактическая акция пройдет в преддверии 8 марта. Дорожные полицейские по доброй традиции будут поздравлять женщин, водителей и дарить им цветы. 27 старшеклассников из 9 школ города и Саровской православной гимназии решили попробовать свои силы в читательском конкурсе. Всероссийский чемпионат по выразительному чтению «Страница» проходит уже около 10 лет. В этом году Саров впервые присоединился к этому турниру. Школьникам предстояло экспромтом прочитать отрывки из трех произведений. Я люблю принимать участие в разных спектаклях, показывать себя. Не знаю, мне кажется, так я могу раскрыть свою душу каким-то образом и, по крайней мере, посмотреть, на что я способна. Потому что в данном конкурсе как раз-таки нам произведение не давали. Нам его сразу дают, и мы, не отрепетировав, ничего не делая, сразу на ходу читаем. Мы должны сразу грузиться в атмосферу произведения, почувствовать эмоции, что творится в душе героя. Первый блок посвятили военной прозе. Ребята прочитали отрывки сборника «Опалённая бедой». Собрание рассказов саровчан – очевидцев Великой Отечественной войны, и участников организации «Дети войны». В этом произведении весь ужас и боль, которую им пришлось испытать в военном детстве. Тема войны, она очень близка мне и очень интересна мне, как с исторической, так и с моральной точки зрения, человеческой. Я люблю читать рассказы о войне, и, конечно, мне очень нравится, что им посвятили такое большое количество времени, с таким вниманием отнеслись к этой теме. Зачастую читаются очень тяжёлые вещи, но об этом необходимо говорить, читать, вспоминать об этом. Во время второго этапа конкурса школьникам раздались стихотворения Сергея Есенина. Тонкий лирик, мастер пейзажа, певец крестьянской Руси, знаток народного языка и народной души. Многие его произведения о любви, природе, родине и жизни ребятам были уже знакомы. А на третьем этапе конкурса школьники прочитали прозу для подростков, отрывки из повести «Чучело». Из 27 конкурсантов жюри выбрал четырёх финалистов. Теперь им предстоит выступить на региональном полуфинале Всероссийского чемпионата по выразительному чтению в апреле-майе. Увидеть необычный ландшафт Великого шёлкового пути, древние города, провинцию Ганьсу и её окрестности глазами китайских детей смогут соровчане. В библиотеке Пушкина с марта стартуют выставки картин. Экспозиция состоит из детских работ русских и китайских ребят, а также их педагогов, специалистов области художественного образования, Ассоциации ЮНЕСКО, провинции Ганьсу, Евгении Костериной и её коллеги из Китая. На выставке представлены работы соровских художников. Мы поговорим о шёлковом пути, о самом Китае, почему именно такое название получил шёлковый, вот этот торговый путь. Поговорим, затронем также архитектуру и культуру, и самокультурный обмен тех стран, через которые проходил этот торговый путь. Познакомившись с представленными рисунками и картинами, гости выставок смогут написать открытку автору той работы, которая им понравится. И она обязательно дойдёт до адресата. В выставке часть масштабного проекта детской библиотеки «Мой великий шёлковый путь», который будут реализовывать в нашем городе полгода. Название проект получил от знаменитого торгового пути, который несколько тысячелетий назад связывал страны Востока и Запада. В 21 веке ниточка легендарного пути соединила далёкий Китай и маленький закрытый город царов. В ходе мероприятий, событий, которые мы придумали для наших читателей, для их родителей, и ребята, и взрослые смогут очень много узнать о Китае и раскрыть, открыть для себя эту страну по-разному. Кто как захочет, кому как интереснее. Ведь можно поговорить побольше о китайской культуре, о китайской истории. Можно поговорить о каких-то открытиях и изобретениях, которые пришли к нам именно из Китая. Летом в рамках проекта пройдёт игровая программа, посвящённая китайским изобретениям. Также участники мастер-класса по китайским иероглифам Евгении Костериной смогут принять участие в другом проекте по культурному обмену «Живая палитра сердец». Их работы отправятся на выставку в Китай. Затем у нас уже 18 марта планируется семейная суббота, это уже наш библиотечный проект. И в рамках семейной субботы, в марте, мы тоже поговорим на китайскую тему. Уже подробнее остановимся на отдельных направлениях китайского искусства. Посетить выставку можно в часы работы библиотеки, без возрастных ограничений. На сцене Театра православного творческого объединения «Мир» состоялась премьера спектакля «Метель» по повести Александра Сергеевича Пушкина. Билеты на мероприятие разобрали через сутки после размещения объявления. Пришли дети, школьники, родители, пенсионеры, а перед ними выступали участники студии «Образ», сравщение которой любительски занимаются театральным искусством. Игра актёров, несмотря на то, что они любители, тем не менее складывается ощущение, что они уже давно занимаются, по крайней мере, не профессионалы, но видно, что люди отдают себя спектаклю и действиям, эмоциям, которые происходят. Домашнюю обстановку изображал столик с самоваром и сундук. Парк, усадьбе, ветви, руках актёров и свистульки, имитирующие пение птиц. А «Метель» актёры изображали с помощью динамичных движений, голоса, света и музыки. Шикарные платья актёров в соответствующей эпохе Пушкина приколи к себе внимание зрителей. Мне понравилось, что все они вели себя естественно, непринужденно и артистично. И ещё декораций никаких не было, а всё понятно было. То есть вот это вот замечательно, это, наверное, находка всё же режиссёра. Это уже вторая постановка «Студиообраз» под руководством режиссёра Ирины Семенчук. Первый спектакль «С любимыми не расставайтесь» проходил два года назад. И за это время самодеятельные актёры профессионально выросли. Это такая студия, в которой происходит ещё и обучение параллельно. Первый спектакль мы сделали «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Володина. И там мы работали над характером, характерностью. В этом спектакле мы в основном занимались сценической речью, художественным словом. А на каком материале, как и на Пушкине, это всего лучше осуществить. В феврале отмечала и 186-я годовщина со дня трагической гибели поэта Александра Сергеевича Пушкина. И в память об этом в завершении спектакля актёры исполнили песню Светланы Бень «Чёрная речка». «Какая встреча, такой и привет! Чёрная речка, чёрный пистолет, на снегу два человечка, хлопай одного уже нет, 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 нет!» Дарить подарки гораздо приятнее, чем получать. Эта простая истина хорошо знакома участникам акции «Дарите книги с любовью». Каждый год в библиотеку имени Пушкина читатели приносят детскую литературу, художественную или научно-популярную. Так книги обретают вторую жизнь и находят благодарных читателей. Часть книг, собранных в этом году, отправилась в Дивеево. Участвовали в пополнении фонда детской библиотеки при школе искусства Монастырской. И туда мы передали разнообразные книги от классической до религиозной тематики и научно-познавательной. И поскольку это школа искусства, и по искусству книги в количестве 240 экземпляров. Впервые в этом году был объявлен благотворительный сбор книг для детского отделения клинической больницы номер 50, в котором приняли участие юные и взрослые читатели Пушкинки. Не смогли остаться в стороне и сотрудники библиотеки. 55 книг уже передали в больницу. Мы в свою очередь благодарим всех жителей, которые откликнулись на эту акцию и продолжают откликаться, потому что на самом деле акция «Книга Дар» продолжается в течение всего года. И у нас есть свои благотворители, уже меценаты, я бы сказала, которые изучают подробно список на нашем сайте книг, которые нам нужны. И дарят именно то, что нужно нам, нашему фонду. Список книг, которые нужны фонду детской библиотеки, можно найти на сайте Пушкинки в разделе «Дарителям». Городской проект «Профтренд» на протяжении нескольких лет знакомит ребят с миром различных профессий, востребованных и нужных на предприятиях внеев. В формате проекта школьники проходят по станциям и пробуют самостоятельно выполнить несколько практических заданий. Помогают им в этом специалисты ядерного центра. В этот раз встреча «Профтренда» в школе номер 17 на целый час погрузила учеников седьмых-восьмых классов в работу инженера-конструктора. Такая встреча нужна, чтобы ребята понимали, чего они хотят от своей жизни, кем они хотят быть и сразу определялись с вузом и направлением, на которое они хотят поступить. Потому что это определяющее сейчас, чтобы они знали четко, куда хотят пойти. Вначале сотрудники ядерного центра рассказали ученикам, кто такой инженер-конструктор и чем он занимается, что такое 3D-моделирование и какие возможности есть у инженерно-графической программы «Компас». А затем последовала практика. На компьютере школьники под руководством наставников попробовали создать объемную компьютерную модель «Человечка-лега» с необходимыми параметрами. Ребята научились соединять детали, делать маркировку и раскрашивать объект. Не все у участников получалось с первого раза, но процесс оказался увлекательным. Сложным было, например, разместить текст на самом объекте. И сложно было сделать так, чтобы модель в принципе собралась и выглядела подобным образом. Мне понравилось то, что не на плоскости это ты делаешь, а вот в проектировании в 3D. И раскрашивать, и вообще создавать эти модели любые и персонажи. В марте в Дворце детского творчества в рамках профтренда намечено несколько мероприятий. В необычном формате ребята познакомятся с техникой безопасности на производстве. Для учеников 8-10 классов пройдет День увлекательных наук. А для самых маленьких подготовили игру по станциям «Привет! Бэби-скиллз». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Субтитры подогнал «Симон»